Для начала давайте разберемся в различиях мужской и женской любви. Женщина эмоциональна, женщина романтична, женщина чувственна. Она такая, знаете, река текущая. Мужчина это в большей степени такие берега, суровые, прочные и сильные. И для мужчины любовь это не романтика. Это конкретные факты, это конкретные действия и поступки. Романтика для мужчины она в какой-то степени естественна в период влюбленности и ухаживания. Вот тогда действительно мужчина может быть и романтичным, но он это делает и исключительно, чтобы добиться своей женщины. И многие из вас могут ошибочно думать и заблуждаться, когда видят, например, возле себя мужчину, который немножко подрасслабился. Пропала романтика, может быть он уже там не замечает того, что у вас появилось новое платье, либо вы как-то по-другому уложили прическу. Мужчина он как бы любит в общем, не в мелочах таких, да. И для того, чтобы вас любить, ему не обязательно это заметить. Безусловно, это приятно для женщины. Безусловно, если мужчина это осознает, подчеркивает такие очень важные детали и моменты, то это классно. Но это не заложено в нашу природу. То есть мужчина завоевал женщину и расслабился. И дальше он уже ставит перед собой какие-то цели и двигается вперед. Вместе с женщиной, если он ее любит, конечно. Если не любит, то сам без нее. Поэтому вот здесь нужно расслабиться и успокоиться. Если вы обнаружили возле себя мужчину, у которого пропала романтика, он перестал там по водосочной трубе спускаться, отправлять вам 250 смс в день и стихи писать. Первый признак, который говорит о том, что мужчина действительно любит вас, он не причиняет осознанной боли. Это нужно запомнить раз и навсегда. То есть такой мужчина, никогда любящий мужчина, не позволит себе осознанно делать больно своей женщине. Что я подразумеваю под осознанной болью? Это когда мужчина совершает поступки и действия, в основе которых лежит целенаправленное причинение вреда, то есть насилия. Вы представьте себе мужчину, который говорит своей женщине, что он ее любит, а сам, например, пропадает на несколько дней, уезжая куда-то с друзьями, даже не предупреждая. Как себя в этот момент чувствует женщина? Ей, безусловно, плохо, она переживает и нервничает. Говорит ли это о том, что мужчина любит ее? Он ее не любит. Я вам приведу один пример. Ко мне приходила девушка, и она била себя прямо руками в грудь, рассказывая о том, что я уверен на 100%, что мужчина меня любит. Но у него есть любовница. Он нашел ее, вот они с ней спят, он с ней может уехать куда-то отдохнуть, даже на несколько дней за границу, но потом всегда возвращается ко мне. И он это делает, потому что он меня любит. Нет, не любит. Нет, не любит. И это тоже нужно признать. Запомните раз и навсегда. Мужчина, который любит свою женщину, осознанно не будет причинять ей боль. А если вот мужик уехал там с друзьями куда-то, не предупредил, вернулся и такой, извини, 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 и прям искренне извиняется, он это тоже не любит? Может, он дурак будет? Ну, если там нейронная шкала повреждена, и у него тяжелые предметы над головой в детстве лежали, стены были неустойчивыми, это все падало на голову, возможно. Нет, степень, определенная степень дебилизма, она, естественно, может присутствовать у мужчины. Но это же заметно, да? То есть, писать себе, ты находишься в отношениях с женщиной, она попадает на три дня, приходит и говорит тебе, извини. Правда, так получилось. Это там все явные признаки дебилизма на лицо. То есть, с таким человеком не нужно быть в отношениях. Это ненадежный человек ни в каких договоренностях. А представляешь, будут дети. А представляешь, какие-то срочные события там нужно, какие-то вопросы семейные решить. Не дай бог, там заболел кто-то. Мужчина просто пропадает из виду на три дня. А потом говорит, извини, так получилось. Нет, так не получилось. Это был твой осознанный поступок и осознанное решение. Все. Второй признак, очень важный. Мужчина, который любит свою женщину, он подчеркивает ее достоинство. Он может подчеркивать ее красоту, ее женственность, ее сексуальность. Он может в разговорах с ней говорить, напоминать ей о том, что она особенная. А не наоборот. Вычислять в ней какие-то недостатки, постоянно ее доканывать в этих недостатках. Она там не так ходит, у нее не такая фигура, не такая прическа, ты не так красишься, у тебя не такие ноги, ты поправилась, ты похудела, еще что-то. Нет, мужчина наоборот. То есть, вот это очень важно понимать. Есть такой паттерн негативного мышления, фильтрация. И он, как правило, у людей, у которых присутствует, направляет человека на вычисление негатива среди огромного количества позитива. Да вот, когда ты можешь заметить в человеке очень много плюсов, но из этих плюсов ты ничего не обнаруживаешь, а обнаруживаешь только минус. И вот у любящего мужчины этот паттерн, он не будет проявлен. То есть, он не будет фильтрацию подключать и определять какие-то недостатки в женщине и приумножать их. Наоборот, это очень хороший признак, который действительно говорит о том, что ваш мужчина вас любит. Он может не признаваться вам в любви даже. Он может скрывать эти чувства в себе. Он может быть некрасноречивым. Он может быть не очень эмоциональным. Но при этом этот признак будет говорить о том, что вас действительно любят. Все-таки любить это глагол, да, то есть, любить это действовать. И, в принципе, говорить это тоже отчасти действовать языком и ртом, но все-таки в большей степени поступки и действия говорят о том, что мужчина вас любит. А это действительно очень хороший признак, подчеркивающий это. У него задница тряблая. Тряблая? Ну, тряблая, но. Не, ну, подожди, секунду, хорошо. Если мужчина обнаруживает в своей женщине какие-то явные изменения во внешности, такое часто бывает. Ну, давай не будем скрывать, да, женщина следит, следит за собой, встречает мужчину, и запускает себя. Смотришь, там у нее уже и вроде бы те места, которые раньше привлекали, там попка печеная яблочко стала. А ему-то как бы попалась до этого, она другая. Причем ей ничего не мешает заняться собой. Понятно, что здесь нужен разговор. Короче, а он же не будет ходить по квартире, а у тебя жопа некрасивая, фу, посмотри на свою задницу, фу, какая у тебя задница некрасивая. Зачем? Можно сесть и сказать, скребимая, ты знаешь, мне неудобно об этом говорить тебе, и прости, пожалуйста, что я вообще об этом говорю. Но мне кажется, что тебе нужно немножко заняться спортом, ну правда. У тебя такая красивая фигура, ты красивая женщина, но ты как-то немножко себя подзапустила. И это раз. Во-вторых, и женщина, которая уважает своего мужчину и любит его, она никогда этого не позволит себе. Вот это вот тоже очень ключевой момент важный. Женщина, которая любит своего мужчину, она без каких-то причин, там, болезнь, беременность, например, да, послеродовое восстановление, она не позволит себе запустить себя. Это один из признаков того, что женщина любит своего мужчину, она хочет быть для него самой лучшей. Мне вот хочется у вас спросить, девушки, вы как считаете, мужчина должен женщину любить любой, вот такой, какая она есть, там, если у нее появилось, не знаю, там, и целлюлит на попе, и лишний вес, и так далее, и так далее, и волосы под мышками уже торчат. Он должен прямо вот любую ее любить. Либо все-таки женщина должна следить за собой, ухаживать, поддерживать свою женственность, сексуальность, чтобы быть всегда привлекательной для мужчины. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Третий признак, который говорит о том, что мужчина действительно любит свою женщину, это его сексуальная внимательность в отношениях. То есть, когда он проявляет себя с точки зрения такого заботливого любовника, интересуясь тем, что для вас хорошо, что для вас приятно, где вас потрогать, где поцеловать, временные промежутки прелюдии, ласки какие-то, разговоры о сексе. То есть, это все то, что позволяет мужчине лучше узнать свою женщину. То есть, когда мужчина любит, он не проявляет сексуальной эгоистичности. Он там свои дела сделал, развернулся, и неважно ему, вы сделали свое дело, не сделали, он исключительно думает только о себе. Здесь тоже, опять же, очень важный момент. Речь не идет о том, что если мужчина захотел быстрый секс, например, или без прелюдии схватил свою женщину, усадил ее на стол и занялся с ней сексом, значит, он ее не любит. Нет. То есть, на это нужно смотреть в общем, в общем. Не вырывать из контекста, а вот он когда-то меня там так-то, значит, он меня не любит. Ни в коем случае. Но при этом вы должны понимать, что мужчина любящий, и он всегда будет заинтересован в том, чтобы и его женщине было с ним хорошо. Это надо запомнить навсегда. Кстати, вот я очень часто на своей программе, удобной или уникальной, девушке мне пишут такие вопросы, что вот мой мужчина, там, в сексе думает только о себе, либо он избегает близости со мной, либо настаивает на близости, когда я этого не хочу. И вопрос сексуальных отношений мужчины и женщины, он в принципе вторичен. Я объясню почему. Потому что отношения в паре, психоэмоциональная связь мужчины и женщины, они всегда будут отражаться на сексуальной близости. И вот для того, чтобы определить и понять, действительно ли сексуальные отношения стали ухудшаться, либо не могут улучшиться, либо стоят на месте, не развиваются, потому что у нас проблемы в паре на более высоком уровне, я там специально затрагиваю прям такую тему, где говорю и про дефицитарную сексуальность, и про деструктивную сексуальность, и про то, по какой причине, например, у мужчин и у женщин наступает психогенная фрегидность, психогенная импотенция. Вот если вы хотите для себя разобраться в том, каким образом в паре сформировать крепкий сексуальный союз, как не нарушая границ друг друга любить и заботиться друг о друге, как не повредить друг другу на психоэмоциональном уровне, и как вообще подготовить себя, как женщину, к зрелым отношениям с мужчиной, привести в порядок самооценку, это все у меня на курсе бесплатном, в котором можно принимать участие из любой точки мира, где бы вы ни находились. Под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и регистрируйтесь.